Середина марта, а на улице мороз и даже снег. Автолюбители не спешат снимать зимнюю резину. После прошлогодней, бесснежной и тёплой зимы нынешняя погода кажется аномально холодной. Синоптики подтверждают, ночью у нас скорее зима, а вот днём всё же весна, и её не остановить. Подснежники, главный символ весны, уже появились. Всем хочется тепла, и чтобы поскорее полежать на зелёной травке, погреться на солнышке, послушать, как поют птицы. А может, они уже поют? Просто мы в городе отвыкли замечать изменения в природе. Катерина Воронченко отправилась искать признаки весны, и вот что она нашла. Где, как ни в заказнике или заповеднике, искать весну? Там она, это точно, ждёт, пока температура немного подрастёт и снова вернётся к нам. А мы приехали в заповедник Егорлык. Оператор так сильно впечатлился, что побежал уже вперёд, что-то там снимать. Не смейся, снимай красивые кадры. На самом деле весна уже вовсю бушует, и пусть это не совсем заметно большинству людей, потому что они все суетятся, бегут по своим делам. Но на деле я сейчас вам покажу, почему же весна уже полным ходом, и мы с собой взяли проводника очень крутого, чуть позже я вас познакомлю с ним. Он покажет нам, где кто уже загнездился, а у некоторых даже уже скоро появится выводок. Признаки весны легко заметить, если остановиться. Эти маленькие штрихи как эскиз к будущей картине, которая уже скоро вспыхнет буйным цветом. Увидеть признаки весны можно только если приглядываться или знать, где искать. С нами заместитель директора заповедника Алексей Тищенков. Егорлык для него как родной полисадник в тысячу гектаров площадью. Нам надо попасть туда, получается. Вот туда, на ту сторону. Да-да-да, мы сейчас идём на склон напротив базы. Он как раз южной экспозиции, солнцем более-менее прогревается. Обычно на эту гору водят туристов и журналистов. Но добираться туда нужно через узкие крутые тропы и через колючие кусты. Знаешь, я тебе скажу, это не самое страшное, что ты сейчас через кусты пробираешься. Самое страшное это вот это и не потому что это, да, не потому что это, а потому что это кабану принадлежит. А он где-то, скорее всего, тут. Ну, сейчас днём где-то прячется, ночью вылазит. Хотя можно и днём нарваться. Вот он, первый признак весны. Не подснежники, а дети. Дети дикой свиньи принимали здесь грязевые ванны, рыли пятачками яму у дерева и погрызли краснокнижные коренья. У них в марте уже начинают появляться первые кабанята. Действительно серьёзную угрозу для человека представляет именно свинья со своими поросятами. Не дай бог, если кто-нибудь из этих поросёнков чуть-чуть визгнет, таран пойдёт такой, что на ближайшее дерево нам только заскакивает. В этом году зима была как по книжкам, а точнее, как по календарю. Довольно холодная для нашего края и со снегом, поэтому никаких отклонений от нормы найти не получится. Или нет? Где эти шафраны? Я думал, что тут полным ходом они будут раскрыты уже, цвестия. Что-то вообще. Да, вообще что-то не вижу пока ничего. Шафраны, они же крокусы весной покрывают весь склон. Им вторят жёлтые адонисы и другие растения из Красной книги. Начало апреля, вот на том склоне, где мы сейчас находимся, будут цвестия адонисы, прострелы и многие другие растения. То всё будет жёлтым, синеватым, очень красивым. Мы сейчас приехали немножко раньше того времени, чтобы увидеть красоту. Жаль, но всё равно вид красивый. Вид красивый, конечно. Можете не верить, но зима отступает. Вот там на горизонте лёд и, похоже, он сдаётся. Видно? Так. Всё подо льдом практически. Ну, это из-за того, что мы ночью заморозки, правильно? Ну, из-за этого и... Вот ещё один признак весны птицы. В Игорлыке почти 200 видов птиц. Весной их становится больше и летят к нам с юга. Ну, а первыми гнёзда свели не поверите кто? Вороны. Это не те грачи, которых в городе называют воронами, а настоящие огромные чёрные птицы. Самые ранние у нас начинают гнездицы – это вороны. В городах это, конечно, большущая редкость, скажем так. А в других местах они обитают. Начало откладки яиц происходит где-то в начале февраля месяца. То есть уже в марте, в середине марта можно там даже обнаружить первых птенцов. Птенцы уже появились у голубей, ушастых сов, но разглядеть их у нас не получилось. Мы возвращаемся в Тирасполь. Весна бежит за нами. Останавливаемся вместе на популярном у туристов склоне между Григориополем и Тирасполем. Здесь солнце горячим шаром прокатывается через весь горизонт, поэтому тут полно первоцветов. Здесь на этом склоне одно из самых красивых мест Приднестровья – это вид на село Пугачены. Вы наверняка проезжали его и видели. Здесь открывается поистине уникальный красивый вид. Более того, здесь на этом склоне растет около 10 видов краснокнижных растений. Одно из них, которое уже зацвело – это шафран. Цветы – главный признак весны. В Ботаническом саду в начале марта уже есть целые поляны цветов. В городе своя экосистема и всегда на несколько градусов теплее, чем в полях и лесах. На календаре середина марта, но очень холодно, да еще и порывистый ветер. Я чувствую себя немного пачерицей, которую злющая мачеха послала искать первоцветы и подснежники. Но если бы дело было в лесу, скорее всего пришлось бы мне туго. Но мы в Ботаническом саду, где первоцветы растут на специальных грядках. И вот они, малыши. А вот кустарники не спешат. Почки появились только на нескольких видах. Из кустарников у нас на подходе уже как бы бутонизация наступила. У калины фарера или калины душистой. Это калина, которая у нас иногда зацветает и в феврале, и в декабре. Но в этом году погода сложилась так, что она зацветет в свое обычное время в марте. В бутонах стоит жимолость душистая и сорокока южная. На зиму эти растения укрывали. Экзоты у нас приспособились. И едва наступает тепло, они быстро выбрасывают почки и начинают испускать яркий аромат. Природа такое задумала неспроста. Благодаря этому свойству тут сразу начинают виться пчелы. В прошлом году зима нас побаловала. И в это время уже было довольно тепло. Много чего зацвело. В этом году все не так. Зима по стандарту. И середина марта довольно холодная. Одно из главных цветущих растений весны – это сакура. О том, что это она догадываются только те, кто здесь регулярно фотографируется. Или же заметят ленточки на ветках. Но она еще не цветет. И в планах точно не скоро. Скорее, конец апреля. Так что ждем, когда наступит такое волшебное время. А в Японии сакура уже зацвела. На редкой страны, говорят там. Но, скорее всего, волна тепла скоро придет и к нам. Уйдет, так сказать, и вдоха, уйдет вот эти похолодания. Хотя похолодания и будут, но когда температуры перешагнут через 5-10 градусов и днем, и ночью, тогда уже будет, так сказать, вегетационный период начнется в полную силу. Это мы сняли на днях в Миренештах. Верба, как символ весеннего потепления, зацвела и выпустила котят. Пушистые почки. Весна ближе, чем кажется. Катерина Воронченко, Виктор Гирля, Владимир Погоня и Игорь Мацота. Отражение.